Итак, представители участников этого боя, первым представляем боксера настоящего, справа от меня, в Ростов-Глубу. Боксер, представляющий Россию, родственным рекордом российских игр, чемпионат 2019 года, капитан сборной России, Андрей Завров! Боксер из Казахстана, Асфалте, Шибиды, Светлана! Боксер, представляющий Россию, родственник, Казахстана, Асфалте, Шибиды, Светлана! Боксер, представляющий Россию, родственник, Казахстана! Боксер, представляющий Россию, родственник, Казахстана! праздник это уже здорово он сейчас представляет красный угол в этом бою и конечно же также интересно посмотреть на асланбека шимбергенова из казахстана мы тоже уже не раз транслях трансляциях рассказывали про этого спортсмена поэтому давайте просто просто понаблюдаем первый раунд это действительно большие мастера большие мастера потому что уже здесь финале губернатора они доказывают доказывать свое притязание на главную золотую медаль ну андрей замковой тоже был у нас в комбинаторской кабине напомню что турнир идет уже давно сегодня шестой день большой большой такой марафон и это правильно потому что много участников приехала в санкт-петербург и вот андрей очень интересно рассказывал про свои победы про то что у него есть бронза до бронза олимпийских игр 12 года и как раз тогда в полуфинале он уступил будущем олимпийского чемпиона серику сапиеву как раз из казахстана да и потом стал чемпионом мира в девятнадцатом году и вот андрей интересно рассказывал что конечно бронза олимпийских игр для него даже дороже дороже золото чемпионата мира но это и понятно потому что олимпийские игры есть олимпийские игры тем более сегодня сейчас мы рассматриваем любой бой а уж тем более финалы в призме олимпийских игр в токио которые кстати стартуют не так уже и далеко старт олимпийских игр 23 июля вы давайте понаблюдаем за поединком непосредственно андрей замковой ведет своей такой традиционной манере пойти как он боксирует спокойно уверенно левша длинным-длинным правым джебом выцеливает своего соперника и это конечно приносит ему всегда успех часто по крайней мере а 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 ну вот вы сами слышали такую новость неожиданно да скажу вам неожиданно она и для комментаторов и для вас дорогие болельщики мы с вами рассчитывали конечно посмотреть на глеба бакси замечательного боксера очень интересно он показывает бокс и здесь на турнире и вообще такая интересная манера постоянно меняет стойки с правостороннюю на левую на левостороннюю и финал конечно с участием глеба бакси против абилхана манкула должен быть очень интересным но вы сами все слышали и накануне у нас был большой разговор с тренером глеба он приходил к нам в комментаторскую кабину антон кадушин и очень интересно рассказывал про своего подопечного и мы конечно хотели бы сегодня посмотреть и проверить вот эти вот наши заготовки домашние да перед финалом но что произошло то произошло соперник снялся ввиду травмы и глеб пакши объявлен победителем кубка губернатора 20 21 весовой категории 75 килограммов но мы продолжаем смотреть поединок очень интересный здесь бой соперничества двух потрясающих мастеров давайте понаблюдаем внимательно я уже рассказывал что здесь был очень интересный полуфинал между как раз асланбеком шимбергенова и его другом соперником из узбекистана баба усмона батурова и вот как раз понаблюдайте за боксером из синего угла и вот встречались они с узбекским боксером на финальных боях на финале чемпионата азиатских игр это было еще в восемнадцатом году и там как раз вот узбекский боксер батуров одержал победу над шимбергеновым а вчера здесь в петербурге в полуфинале как раз такой получился бой выражаясь языком профессионального бокса батуров шимбергенов 2 как раз казахский боксер взял реванш и вот вышел финал я вот так постарался вам рассказать предысторию этого финала чтобы вам было немножко поинтереснее смотреть ну видите сразу тоже конечно видно что шимбергенов работает такой тоже наоборот классический правша работает левым джебом включает правую ну как впрочем и такая техника позволяет так работать сейчас как раз мы с вами понаблюдаем за боксером из синего угла ну а я от себя добавлю что еще ко всему прочему я уже сегодня говорил что асланбек шимбергенов был еще финалистом азиатских игр это очень такое почетное почетное достижение ну и так же он не только призер чемпионата казахстана но двукратный чемпион своего государства он из города тараза ему 27 лет я думаю что сейчас у нас с вами как раз вот третий заключительный раунд будет очень интересен а а а а а так а а Пропускают в этой атаке. Требуется присутствие врача сейчас у ринга. Но я думаю, так ничего страшного не произойдет, чтобы прервало поединок. Зал поддерживает Андрея. Он любит, конечно, да, любит замкового. Он такой, знаете, любимец публики. Его в шутку называют «замок». Он капитан команды России. И всегда очень-очень отзывчив, очень хорошо дает интервью. Очень воспитанный человек, очень доброжелательный. Для журналистов и комментаторов просто находка. Ну, давайте посмотрим. Тем более, этот бой, этот финал подходит к концу, к своему логическому завершению. Постоянно, постоянно сближается. Боксер из Казахстана рвет дистанцию. Он лишает замкового его пространства, его козырей. Ну и правильно, конечно, а почему нет? Кстати, когда вот представляли замкового, я добавлю от себя, он семикратный чемпион России. Ну-ка, попробуйте стать всем раз чемпионом страны. Да, все-таки сечка уже второй раз требует присутствия врача у ринга. Да, все чаще и чаще такие точные прямые удары в исполнении Асланбека Шимбергенова. Достигают цели. Давайте внимательно посмотрим. Остается мало времени. И здесь уже... Это финал, это последний бой. Это уже битва за золото. Битва характеров. Битва сильных и титулованных боксеров. Ну и, конечно, вы сами видите, сказывается все-таки вот этот вот большой, простой, вызванный пандемией. Конечно, сказывается на кондициях многих боксеров. Ну, уже здорово, да, что бокс возвращается, возвращается после карантина, после пандемии. Она еще не побеждена, она не закончена. Но уже оттепель, оттепель идет, дорогие друзья. Ну что ж, смотрим концовочку. Давайте уже отбросим все наши предстрастия. Бой завершал. Боковые суды. Первый стол. Мелис. История. Второй стол. Ерали. Мазахстан. Третий стол. Дубовцов. Россия. Четвертый стол. Еребенко. Молдов. Пятый стол. Паршин. Мелорусс. Крящий дверщет. Крящий дверщет. Молдов. Болдов. Молдов. 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 Там. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ну вот, вы сами все видели. Разделенным решением судей мы не стали забегать вперед. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Потому что последний раунд, конечно, точнее и лучше был боксер из синего.